К нам присоединяется глава общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, много тем. Вчера в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Совета Украины-НАТО на уровне послов и обсуждали применение России новой баллистической ракеты, которую в Кремле называют «орешник». Члены альянса подтвердили свою поддержку Украины, отметили, что атака на Днепро рассматривается как очередная попытка России терроризировать гражданское население, запугать людей и тех, кто поддерживает Украину, тоже запугать. Но развертывание России этого оружия не удержит союзников по НАТО от поддержки Киева. Об этом заявили в пресс-службе альянса. Ну, насколько важно вот это заявление о поддержке и что можно прочитать между строк о такой поддержке речь? Ну, важны действия, важны действия. Если НАТО ограничится только усилением своих возможностей на территории стран НАТО, это очень хорошо, но это не все то, на что мы надеемся, что не хотит Украина, потому что, в принципе, для нас важна защита сейчас населения Украины, учитывая, что здесь идет война. Это же звучит довольно странно. Россия бьет оружием по украинских городах, обивает украинское мирное население для того, чтобы запугать Запад. Но результат, мне кажется, был, в принципе, ожидаем. Я думаю, что вот это заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов, на уровне представителей миссий, которые там работают под руководством заместителя Агенции Кабариха Савороги, оно как бы сделало такие-такие первоначальные шаги, ознакомилось с теми данными, которые предоставила украинская сторона. На онлайн-связи был начальник украинского корпора РИС Буданова, а также исполняющий обязанности командующего воздушных сил Украины. Они описали всю картину, дали исчерпывающую информацию, что собой представляет эта ракета и что можно будет ожидать в будущем. Со стороны НАТО для нас важно не только коммуники и политические заявления, но также и практические шаги. Возможно, более детально это все будет также обсуждаться на следующей встрече министров иностранных дел в рамках НАТО, которая произойдет 3-4 декабря. Вот страны НАТО, цитата, страны НАТО помогли Украине выстоять в полномасштабной войне с Россией, но сейчас необходимо изменить траекторию конфликта. Генеральный секретарь Альянса Марк Рюта заявил это. По его словам, странам НАТО нужно обеспечить Украину критически важной противовоздушной обороной и выполнить все обязательства, которые были взяты на саммите в Вашингтоне. О какой помощи он говорил и как может измениться эта траектория войны? Что имел в виду Рюта? Ну, важно прежде всего Украину обеспечить оружием с тем, чтобы мы выглядели как-то паритетно с Россией, потому что если этого не делать, то это совсем не поддержка или не эскалация чего-то, а наоборот это усиление эскалации, потому что если у России больше пушек, больше снарядов, больше возможностей терроризировать всю Украину, фактически все области Украины, то нам нечем ответить на это, то тут нету какой-то возможности усилить наши позиции, и возможно уменьшить, воздействовать на то, чтобы Россия уменьшила свои аппетиты, возможности, и таким образом у нас были бы больше успехи на линии фронта, а соответственно и больше защита украинского населения. Поэтому я вижу изменение траектории в том, чтобы перейти от такого анализа того, что нам не поставляют, что нам не успевают поставлять, что нам недопоставляют, что мы хотим, а чего у нас нет, и бороться за каждое разрешение, перейти к тому, чтобы вот эти логистические цепочки были направлены на то, чтобы Украина получала все то, что необходимо, и таким образом мы увидим изменения на линии фронта, таким образом изменится траектория этого конфликта. О поддержке Украины говорили и на парламентской ассамблее НАТО, там призвали усилить поддержку, в частности за счет дальнобольных ракет, систем ПВО, истребителей, а также увеличить военную, финансовую, гуманитарную помощь Украины. Насколько важна принята ассамблея резолюция, и какие дальнейшие шаги? Ну вот призвали, и что дальше? Альянс, например, сможет убедить одну из стран дать Таурусы, или если учесть, что говорили там и о ракетах средней дальности, о томогавках, возможно это? Возможно, но вот это решение, это такое свободное решение свободных людей, которые действительно приняли резолюцию ту, такую, какую они хотят, как они об этом думают, как они видят на самом деле этот конфликт. Потому что парламентская ассамблея НАТО, это представители парламентов стран, членов НАТО, 32 страны и членов, и партнеров НАТО, это 15 стран, в том числе и Украина партнер НАТО. Поэтому это такое рекомендательное решение, и оно больше, конечно, направлено на медийную составляющую, информационную составляющую, но это также и сигнал парламентам стран НАТО, что вот общее мнение есть такое, и тут мне кажется, что парламентарии разъедутся по своим домам, будут в своих родных стенах парламента встречаться с другими депутатами, с другими парламентариями и убеждать их в том, чтобы поддержать вот то решение, которое было принято на парламентской ассамблее, таким образом мультиплицировать эти идеи, и в целом это, конечно же, будет влиять на принятие решений именно парламентами и правительствами стран, которые непосредственно отвечают за помощь Украине. Вот еще один призыв парламентской ассамблеи НАТО, как можно скорее принять Украину в альянс, об этом тоже сказано в резолюции, которая была принята во время пленарной сессии. Это некий жест моральной поддержки, мол, мы с вами помним о вас, или реально можно ускорить процесс? Можно ускорить процесс, и это, мне кажется, один из способов такого очень удачного разрешения этого конфликта. Ну, представьте себе 24 февраля 2022 года, а если бы в начале февраля Украину приняли в НАТО. Возможно, это 24 февраля и не наступило бы, потому что Россия уже подумала, стоит ли начинать войну против страны НАТО. Наверное, она бы этого не сделала. Но, к сожалению, наш пример, такой тяжелый для нас пример, он только помог Швеции и Финляндии быстрее вступить в НАТО, потому что они поняли, что оставаться нейтральными государствами, такими, как Украина была перед 2014 годом. Украина в 2010 году стала фактически нейтральным, внеблоковым государством, и Россия спровоцировала свою агрессию на нейтральную страну. Поэтому Швеция и Финляндия решили расстаться со своим нейтралитетом и поняли, что нужно серьезную защиту. Мы это тоже понимаем, и сегодня сотрудничество с НАТО очень большое, как никогда. И мне кажется, что целиком возможно, таким образом, такими геополитическими подвижками, в принципе, прекратить эту войну. Ну и давайте поговорим о военной поддержке России со стороны Северной Кореи. Это отдельное внимание уделили. В резолюции указано, что развертывание войск КНДР и поставки странной ракет и боеприпасов России представляют серьезную угрозу для мира не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе. Вот такие слова. Это очередная серьезная обеспокоенность, да? Или какие шаги реальные может Альянс предпринять, чтобы в Москве, в Пхеньяне, ну, наконец-то, задумались, нужно ли им продолжать это сотрудничество? Ну, в принципе, как бы в ответ на наличие северокорейских солдат на линии фронта с Украиной, в принципе, администрация Байдена разрешила использовать дальнобойные ракеты именно американского и европейского производства по военным целям на территории России. Это тоже ответ на эту эскалацию, но это еще не все. Мне кажется, что тут нужно какое-то общее действие именно из стран Индо-Тихоокеанского региона. Это Южная Корея, Япония, Австралия, Новая Зеландия. Страны, которые заинтересованы в том, чтобы и в этом регионе не было эскалации, а то, что Россия торгует с Северной Кореей ядерными секретами взамен на солдат на территории Украины, то это очевидно. И, конечно же, составляет угрозу для этих стран, которые в поле досягаемости в поле досягаемости Северной Кореи. Поэтому, если говорить, и часто мы слышали обеспокоенность Южной Кореи, например, о безопасности в Тихоокеанском регионе. Я хочу сказать, что безопасность Тихоокеанского региона начинается здесь, в Восточной Европе. Поэтому нужно тут усилить возможности наши и противодействие России. Таким образом, в принципе, и Россия, и Северная Корея, они будут... для них настанет такая необходимость уменьшить свои вот эти экспансионистские аппетиты. Ну, надеемся, что так и будет. И действительно, санкции следующие будут действенными и серьезными. Исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря Альянса Борис Рюгия, вот он сказал, что страны НАТО готовы сбивать российские ракеты и дроны, которые пролетают над их территорией. Долго об этом уже говорят. И вот процитирую его. Что касается сбивания ракет, я говорил о предложении по гуманитарному счету противовоздушной обороны, которое было вынесено на обсуждение. Но НАТО не поддержало его, поскольку нет консенсуса по этому поводу. Когда речь идет о ракетах, беспилотниках, о крылатых ракетах, проникающих в воздушное пространство союзников, это другой вопрос. И, конечно, союзники по НАТО имеют право сбивать любые подобные объекты, которые нарушают их воздушное пространство, и они готовы это делать. вот его слова. Но, ведь готовы, но пока это не делают. Много раз мы видели, как российские беспилотники залетали в воздушное пространство, стран НАТО, но максимальная реакция это поднятие авиации. Так, будут ли таки сбивать? Ну, для нас это непонятно, для нас это сложно объяснить. Ракеты, дроны на территории стран НАТО и их не сбивают. Поэтому, мне кажется, есть для нас непонимание, как Запад, как НАТО собирается противодействовать этой агрессии. Тем более, на своей территории и против своих стран. И заявление заместителя генсека очень понятно, прозрачно, мне кажется, он призвал усилить это противодействие и не задумываться, ни о чем не ждать разрешения из штаб-квартиры что-то делать, защищать свои границы. Но очень бы хотелось и усиление этого гуманитарного счета, о котором он говорил, потому что это идет разговор о противодействии информационному влиянию, о противодействии пропаганде, о противодействии тем силам, которые засылаются в страны Запада для дестабилизации. Это усиление визового контроля, уменьшение выдачи виз россиянам, потому что вместе с обычными людьми, возможно, диссидентами, политиками оппозиционными на Запад проникают и группы влияния, которые дестабилизируют ситуацию. Руководство крупнейших западных компаний должно быть готово к условиям войны и соответствующим образом настроить свои производственные и распределительные линии, чтобы стать менее уязвимыми для шантажа со стороны России и Китая. Об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Рубауэр. Готовиться как? Главный вопрос. В целом нужно иметь возможности сегодня и планы расширить производство, увеличить свой потенциал в будущем. И тут для Запада это немножко, для демократических стран это немножко выглядит по-другому, чем для диктаторских государств, потому что там, где есть диктатура, там все подчинено единому началью, и эти страны как бы быстрее перестраиваются на военные рейки, это понятно. А при демократии тут нужно как бы поощрение, нужно экономический эффект, нужно чтобы сам бизнес захотел делать то или иное, государство старается заинтересовать разными возможностями, кредитами и так далее. то или иное производство для того, чтобы усилить собственную армию и усилить свою безопасность. Поэтому тут в плане быстроты мне кажется европейские страны отстают от России, но в целом в перспективе понятно, что если Европа включится в эту работу экономический потенциал, то возможностей у европейских стран значительно больше. И в плане качества вооружения и в плане эффективности и в плане количества составляющей. Поэтому нужно принимать какие-то... как можно скорее Сергей в наше время заканчивается. Сергей Джердж, глава общественной лиги Украина-НАТО был с нами на связи. Спасибо вам большое. Оперативные новости Эксклюзивные видео с линии фронта Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры Подписывайтесь на YouTube канал Freedom чтобы не пропускать главного Субтитры Субтитры